Сегодня городские власти снова отправились по квартирам челнинцев. Обход рабочей группы во главе с начальником управления городского хозяйства Айратом Зайнулиным принес результаты. В ходе сверки данных по счетчикам в одной из них было установлено, что хозяин намеренно занижал его показания. Разница составляет 100 кубов. Но и работа управляющих компаний не избежала критики. Чем остался недоволен зам руководителя исполкома в нашем следующем сюжете. Здравствуйте. Мы коррекционно проверяем приборы счета. Рабочая группа во главе с заместителем руководителя исполкома Айратом Зайнулиным не только выслушивала жалобы челнинцев, но и сверяла показания счетчиков. В одной из квартир произошло маленькое недоразумение. Пломбы ведь не зафиксированы. Они должны были обязаны, должны были пломбы поставить, и здесь номерной знак должен был высказать. А он просто висит, болтается. По словам хозяина, он никогда не обращал на это внимания, но сегодня же вызовет специалистов, чтобы те исправили ситуацию. Айрат Зайнулин внимательно изучал расчетки жильцов. В большинстве случаев челнинцы добросовестно вносят кварплату, но их не устраивают надбавки. Только нам почему-то в декабре прибавили три куба с лишним, холодный, и куб горячей воды. Сотрудники ГРЦ пояснили жильцам, почему это происходит. Некоторые занижают показания, есть и те, кто вовсе их не передает. Вот мы в первом подъезде, 2002 года счетчик стоит, и пытаются показания давать. Но это же неправильно абсолютно. А вот управляющая компания получила замечание из-за комнатного градусника. У вас здесь ИТ постоит, да? Да. Почему 27 градусов в квартире? Жара, дышать невозможно, это же платежи. Регулируйте. Каждый градус – это 8-10% надбавки. Проживающая здесь семья жилищными условиями довольна. Но кварплату в размере 1500 рублей за однокомнатную квартиру считает завышенной. Узнать замечания других жильцов городские власти смогут завтра. Пятничный обход завершит работу в Комсомольском районе. Далее по плану квартиры центрального. Елена Портнова, Андрей Бустаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны.